здравствуйте много уважаемые блогеры сегодня 13 июля воскресенье суббота я вот совсем случайно узнал что скончалась новодворская я не могу не сказать пару слов понимаете все таки вот она была символом той эпохи 60-х 70-х годов символом противостояния интеллигенции власти когда власть опоздала с реформами политическими которые назревали в обществе у нее была страшная судьба в каком плане она так и создала семью для женщины это колоссальная трагедия психушки тюрьмы она смело выступала я не разделяю взглядов она была русофобкой взгляды были далеки так сказать далеки любви к родине к россии но это были ее взгляды она по крайней мере она искренне верила в то что она делает то что она говорит она шла на свои идеи так сказать на в тюрьму в тюрьму психушки и этим она достойна уважение затем рассвести со спиридоновой вот это же была страшная судьба если бы они тогда летом 18 убили ленина то очень распределывала премьер-министром они так с большевиками формировали правительство умерла на все втором году в лагере по приказу сталина всю оппозицию были уничтожены и вот у нее судьба у нее что же печальная судьба но это был процесс противостояния власти интеллигенции власти часть интеллигенции интеллигенции которая смотрела на запад который искренне ненавидела тут строй то власть ну это вот такая позиция по крайней мере она враг но враг открытый враг таскать мужественной идейный вот те люди которые сегодня пришли к власти они были всю жизнь кпсс они довели кпсс многие просто безграмотные не не хотели не реформ ничего довели до того что всю группу на 91-м году реформы косыгина сталин пытался отделить государственную власть от партийные потом были реформы косыгина но и как реакция на реформы косыгина была статья 6 конституции сословской когда интеллигенции показали большую фигу она ждала реформ как реакция на реформы косыгина дропа в 67 году пришел в кгб и начали зачищать всех и вся понимали что враг главного внутреннего на самом деле проблема была реформа уже были реформы реформы политические у страны был шансов социализм был шанс огромный но случилось то что случилось потеряли экономику систему управления и так далее и она конечно приложила к этому руку мозги что называется ну по крайней мере она искренне верила в то что он чему она служит то она шла на голгофу наши флот со своей верой и мужественная была женщина в этом плане таскать мете в те годы это сейчас все герои когда разрешили в те годы выходить на площади подымать плакаты при той власти где монстр кпсс кгб это был поступок и так сказать эта женщина она мужественная была женщина но она заплатила полную силу цену для женщины трагедия не иметь семью таскать не можно праздник не относиться разделять ее взгляды не разделять я не разделяю взгляды но достойно всяческого же почему-то знаете такой был орел мне как сумасшедший но далеко не так она же бывали с семьи по моему революционеров первых и она видела под ногу знала в семье так и прихода ленина к власти тех так сказать процессов которые шли внутри партии поэтому она выступала против она была плавным ученым было бы если бы она пошла в науку так далее но она она выбрала другую стезю борьбы с режимом борьбы с властью борьбы с русским так сказать свое видение развития страны и так далее может быть ошибочная но но по крайней мере для женщины это очень мужественный поступок пухом из земля и я вам хочу сказать что вот нам конечно не хватает какой-то не то что толерантности какого-то ранимого отношения даже к своим врагам да она враг но таскать она все-таки искренне враг была искренне верила в том чему она служит и шла за свои идеи на костер спите спокойно я не разделяю ваш взглядом вас уважаю спасибо бессонов спасибо за просмотр